В шаге от титула чемпиона начались финальные игры чемпионата Нижегородской области по хоккей в высшей лиге. За кубок борются две сильнейшие команды – ХК Саров и ХК Сеченова. Первая игра серии прошла в Сарове. Битва сильнейших на нашем льду встретились два лидера чемпионата Нижегородской области по хоккею в высшей лиге – команды Саров и Сеченова. За плечами каждой по две игры серии плей-офф с разгромленными противниками. О том, что встреча будет напряженной, стало понятно с первых минут матча. Первую шайбу отправили в наши ворота. К концу периода Саров смог отыграться. На перерыв ушли со счетом 1-1. Вы знаете, не ожидали такой игры, честно, потому что плей-офф и финал – это единственные игры, где проявляется характер команды. Но надеемся, что характер у нашей команды будет на высшем уровне. Команде пожелаю победы, удачи, чтобы каждый гол был удачный, каждый матч был удачный. Как тебе игра? Ну, мне нравится. Я хожу на тренировку, несет в хоккей. И меня еще брат был тоже в хейстах. Игра очень хорошая, мне нравится. Я хочу, чтобы наши победили 4-1 хотя бы. Сначала не очень, потому что там, ну, а потом приходим. Саров наконец-то начал забивать. Сначала мы за них расстроились, а в конце они немножко выровняли игру. Во втором периоде наша команда переломила ход игры в свою пользу. Две шайбы в ворота противника отправил Денис Китаев. Еще две забросили Андрей Калашников и Сергей Клепнев. Второй период завершили со счетом 5-3 в нашу пользу. Но в третьем хоккейный бог от Сарова отвернулся. Сиченова сравняли счет. Затем на последних минутах смогли забить еще одну шайбу. Последнюю шайбу забросили в пустые ворота Сарова на последних секундах игры. Итоговый счет матча 5-7. Хороший хоккей. Я бы сказал, ровный хоккей, да. В первый период вообще ноздря в ноздрю шли. Во втором больше повезло команде Саров, ну а в третьем уже и у нас удача нам улыбнулась. Как Саровский болельщик потом? Молодцы, поддерживают. Наши болельщики вернутся получше немножко. Ну не знаю, вся область про них говорит. И болеют, и сейчас видео присылали, как болеют, дома смотрят. Хотели сюда попасть, не получилось. И пропускание сделано. Все болели, все смотрели. Наши трансляции не помогают? Да, конечно, у вас самые хорошие трансляции. В целом, на характере, я думаю, выиграли. Мне очень интересно играть против Саровской команды. Очень много знакомых, друзей, одноклубников здесь. И очень приятно ходить в этом прекрасном городе. Саров возьмет реванш 8 апреля на арене противника. На своем льду Сеченова наш хоккейный клуб будет встречать через две недели. 15 апреля в 13 часов. Возрастное ограничение 12+. В юниоре прошло внутреннее первенство по баскетболу между командами спортивной школы ИКАР. На протяжении двух дней шесть команд боролись за звание лучших. Традиционное первенство по баскетболу среди воспитанников ИКАРа ежегодно проходит в дни весенних каникул. Юные спортсмены оттачивают навыки бросков и ведения мяча. Учатся работать в команде и подмечать сильные и слабые стороны противника. А также готовятся к выездным соревнованиям. У нас была такая тактика, чтобы кто ближе к кольцу, тот тому отдавать мяч. И чтобы он старался забивать. Ну и чтобы кто сильнее играет, тот больше будет водить мяч. В отделении баскетбола Руслан Зяблев пришел полгода назад. Здесь важна не только сила и ловкость, но и умение быстро принимать решения, выстраивать тактику игры, считает мальчик. Ответственность за ход состязания и выбор сильных игроков лежит на капитане. Алексей Блихарский с этими задачами справляется легко. Баскетболом он занимается пять лет. Ребята, я выбирал команду, выбрал, надеюсь, самых сильных. Не знаю, из другой команды были люди. Но еще не играли, сейчас и будем играть. Сложно ли быть капитаном? Что надо делать? Ну, ты несешь ответственность за всю команду, несешь ответственность за передачи, за броски. Спортсмены играют четыре периода по восемь минут с большим перерывом. Каждая команда выбирает себе название. Во второй день состязания за звание лучших боролись команды «Апельсин», «Икар-2» и «Саров». В упорной борьбе победил «Икар-2», обойдя игроков «Апельсина». В первый день соревнований состязались старшие воспитанники «Икара». Соперничали команды, старались, было интересно. Хотя они играли между собой, но все равно соревнования есть соревнования. Две команды у нас стали победительницами. Первое место заняла команда «Парис Саров», второе место – команда «Икар». Работу специалистов «Икара» оценили на областном уровне. Министр спорта Нижегородской области вручил благодарности методисту Саровской спортивной школы Светлане Родиной, тренером Максиму Самойлову и Валерию Трубину. В 44 года своей жизни Валерий Трубин занимается борьбой. Начал в детстве, потом решил связать свою профессиональную деятельность с этим видом спорта и стал тренером. В 2000 году Валерий Викторович перебрался в Саров и вместе с Виталием Михайловым начал работать с юными саровскими чемпионами. На «Икаре» он полноценно тренирует с 2019 года. На счету Валерия Трубина – четыре кандидата в мастера спорта и несколько десятков перворазрядников, призеры первенства России и всероссийских соревнований. Эта деятельность как таковая меня еще с давних времен привлекала, поэтому с детьми мы как-то находим общий язык. И детьми самое тяжелое, когда детей выпускаешь уже 5-6 лет, в которые дети начинают показывать хорошие результаты, приходится с ними расставаться, так как уходят в высшие учебные заведения, заканчивают школу. Тренер по пылевой стрельбе Максим Самойлов в детстве занимался у Лидии Мелеховой. После срочной службы молодой человек принял пост у своего тренера, которая ушла тогда на заслуженный отдых. С 1995 года он работает на «Икаре». Как говорит Максим, больше всего ему нравится именно работа с детьми. Он видит, как они из маленьких мальчиков и девочек, которые еле-еле могут держать винтовку, становятся победителями крупных соревнований. Сейчас у него 20 воспитанников от 11 до 18 лет. Недавно часть из них стали призерами межрегиональных соревнований в Казани. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России и республиканским соревнованиям. Самое главное – это уметь владеть собой. Уметь владеть собой, своими эмоциями. Уметь побеждать себя, свой страх, свою лень, свою нерешительность. Дети приходят разные. А вот такие качества мы стараемся в них воспитать. Объясняем, рассказываем, что это самое главное. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также видов спорта, пулевая стрельба и рукопашный бой. Министр спорта Нижегородской области вручил благодарности тренерам Максиму Самойлову и Валерию Трубину. Также награду получила методист Викара Светлана Родина. Воспитанники образцового коллектива, студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» Дворца детского творчества выступили на 9-м международном хореографическом конкурсе «Славянские самоцветы» в Минске. Результат девушек – три первых и два вторых места. Побывать на международном хореографическом конкурсе «Славянские самоцветы» в Минске было давней мечтой руководителей и участниц студии «Задоринки». И, наконец, чаяния девушек сбылись. В марте их пригласили в столицу Белоруссии. Попасть на этот конкурс непросто. Организаторы заранее просматривают заявки и собирают мнение о коллективе, знакомятся с его историей. Нам предложили съездить в Минск на конкурс «Славянские самоцветы». И мы сразу согласились, потому что, во-первых, новый город. Посмотреть, как устроено. Мы были в Белоруссии и Витебске, а тут новый город, Минск. Поэтому мы решили поехать. Конкурс очень понравился, очень хорошая организация. Все организовано на высшем уровне. Нас встречали, отвозили. Очень добрые организаторы, очень отзывчивые. На конкурсе были достаточно сильные соперники. Очень красивые номера, очень красивая сцена и профессиональные жюри. И потом уже, когда мы приехали, мы увидели, что мы в числе 29 коллективов, которым вот достоилась честь такая выступить. Это одна из самых таких честных, открытых организаций, очень серьезных. Все было настолько продумано до мелочей. Просто вот тайминг был минуту в минуту расписан. Все было просто идеально, я считаю. Это прям браво этой команде. Действительно работают такие сплоченные профессионалы. Конкурс собрал сильнейшие танцевальные коллективы из крупных городов России и Белоруссии. Как отметила Анна Козловская, ее воспитанницам было на кого посмотреть и чему поучиться. От Сарова ездила старшая конкурсная группа «Задоринок». Девушки возили три групповые работы – «Ворона», «Руладу» и «Взгляд из Марианской» и два сольных танца. Все групповые танцы завоевали первые места. Солистка Арина Макеева получила диплом у лауреата второй степени за композиции «Живая сталь» и «Порыв». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова